В преддверии очередной сессии Горсовета фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова провела заседание. Лидер политической силы и депутаты обсудили важные вопросы будущей повестки дня и разработали собственные инициативы. Увеличить соцвыплаты пенсионерам и льготным категориям граждан, решить проблему затонувшего бункеровщика, а также выделить из бюджета города помощь и деситам на оплату услуг ЖКХ. Одесские пенсионеры и льготники должны получать больше соцпомощи на оплату коммунальных платежей, а затонувшее судно Делфи в кратчайшие сроки должен убрать владелец, убеждены депутаты Горсовета фракции Украинской морской партии и лидер политической силы Сергей Кивалов. Ведь потерпевший крушение танкер грозит не только срывом курортного сезона, но и крупной экологической катастрофой. Это такой очень серьезный вопрос. Я думаю, что депутаты Одесского городского совета должны поднять этот вопрос и самое главное решить его. Если нужна помощь юридическая, если некому составить исковое заявление судовладельца, мы готовы на себя взять это. Я готов лично составить исковое заявление и подать в суд. Но только соответствующие органы должны подписать его. Должно быть какое-то обращение. Мы должны это сделать. И городской совет, и все, кто заинтересованы, и порт одесский, и экологи, если мы сегодня не объединимся, то тогда нужно забыть о пляже. Вот этот пляж, километровая зона, будет просто уничтожена. Одним из важных вопросов депутаты назвали повышение социальной защиты одесситов. Сейчас пенсионеры-льготники отдают последние деньги только чтобы оплатить услуги ЖКХ. На жизнь остаются копейки. Фракция Украинской морской партии на ближайшей сессии озвучит коллегам в горсовете свою инициативу. Выплачивать тем горожанам, кто в этом нуждается, адресную целевую помощь. Мы же говорили и думали, что бюджет страны будет такой, что минимальная пенсия будет уравнена с минимальной заработной платой. Этого ничего не произошло. Поэтому местные бюджеты, местные советы, мы обязаны поднять это на сессии городского совета для того, чтобы внесли эту инициативу и люди имели возможность получать. Последовательная позиция фракции и лидера партии Сергея Кивалова в отношении социальных выплат и социальных гарантий, вне зависимости от выборов и бюджетного периода, она остается неизменной. В первую очередь во главу угла становится благополучие, финансовая минимальная стабильность человека. Потому что когда государство загнало людей просто в такие рамки, когда люди должны просто выбирать те крохи, которые они получают в зарплате и пенсии, на что потратить, на коммунальные услуги, либо на еду, элементарно для того, чтобы выжить. Выбор очевиден. Также депутаты единогласно решили поддержать программу капитального строительства и реконструкции, рассчитанную на три года. На эти работы планируют выделить 3,5 миллиарда гривен. Сергей Кивалов и депутаты Украинской морской партии считают эти планы важными для экономико-социального развития города. В частности, в программе партии запланировано строительство образовательных и медицинских учреждений. Среди них детский сад по улице Маршала Говорова.